Привет, ценители Единоборств! Сегодня у меня для вас три интересных новости. Итак, первое. Дентей Уайлдер досрочно победил Криса Ореолу. Только что в Бирмингеме, штат Алабама, завершился вечер бокса, в главном поединке которого на ринг вышел чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 30-летний американец Дентей Уайлдер. И 35-летний американец Крис Ореола. Уайлдер завладел явным преимуществом с самого начала боя, отправил Ореолу в нокдаун в четвертом раунде, однако не форсировал события и вел поединок в невысоком темпе. Во второй половине боя преимущество Уайлдера стало еще более подавляющим. Он без труда потрясал Ореолу своими ударами, плюс к этому возле левого глаза претендента образовалась большая гематома. В итоге после восьмого раунда угол Ореолы отказался от продолжения боя. Но для Уайлдера этот бой не прошел бесследно. У него есть подозрения на перелом правой руки и разрыв бицепса. Все более подробно покажет обследование, но теперь Дентею точно придется подлечиться. Вторая новость. Глава японской компании Ryzen FF Набуюки Сакакибара предложил Федору Емельяненко провести на их турнире второй поединок. Мы очень хотим увидеть у нас Федора и от нас ему уже давно поступило соответствующее предложение. Цитирует Сакакибару ТАСС. В любом случае, я думаю, что несколько бойцов, представляющих Союз ММА России, который возглавляет Федор, на наших шоу в этом году выступят. Даже если сам Емельяненко не выйдет на наш ринг. Так что мы с большим интересом ждем участия российских бойцов. Напомним, что Федор Емельяненко в прошлом году объявил о возвращении в бои и 31 декабря в Японии провел поединок на турнире Ryzen FF, в котором одержал досрочную победу над Джайдип Сингхам. В данный момент Федор Емельяненко не имеет контрактов на бои и может принимать предложения от любых организаций. Так что в скором времени надеемся опять увидеть бои Федора. И под конец хочу объявить результаты турнира Беллатор 158, который прошел в Лондоне и подарил фанатам немало ярких финишей и зрелищных противостояний, которые значительно подняли авторитет промоушена. Итак, предварительный карт. Майк Шипман победил Дома Кларка с дачей соперника удушением анаконды в первом раунде. Пьетро Менго победил Эмпенсера Хьютта нокаутом удар рукой в первом раунде. Луис Тостах с Динг Гарнет ничья по решению большинства судей. Джейсон Рэдклифф победил Джека Мэйсона нокаутом удар коленом в первом раунде. Натаниэль Вуд победил Чейза Мортона с дачей соперника удушением со спины в третьем раунде. Дэнни Митчелл победил Сиджей Микса с дачей соперника в первом раунде. Джеймс Малерон победил Нейла Грува единогласным решением судей. Эммануэль Гарсия победил Алекса Рейда единогласным решением судей. И главный карт. Джеймс Геллахер победил Майка Каттинга единогласным решением судей. Майкл Пейдж победил Евангелисту Сантоса нокаутом удар коленом в прыжке во втором раунде. Фрэнсис Карман победил Лукаша Клингера с дачей соперника удушением в первом раунде. Мэтт Митрион победил Оли Томпсона техническим нокаутом ударами руками во втором раунде. Дуглас Лима победил Пола Дейли единогласным решением судей. Вот такой был интересный и насыщенный турнир. Подписывайся на канал, ставь лайки. До встречи в новых обзорах, видеоуроках и новостях. Удачи в тренировках! Субтитры подогнал «Симон»!